Привет, мобили и геймеры! С вами Flickr и это Star Wars Hunters. В данном случае идёт ранний доступ, и недавно буквально она обновилась. Игру я скачал с филиппинского App Store, и все необходимые ссылочки размещу под видео в описании. Играя, если что, я на iPhone 13 Pro Max, и давайте глянем, что игруха из себя представляет. Конечно же, начнём с графики, с настроек. Я хочу всё по максимуму, 60 фпс, ультраграфоний. Можно, кстати, включить даже сглаживание какое-то в Fixed Resolution, 85-100 пусть будет у нас. Итак, Ростер. Это все персонажи, которые пока что присутствуют в раннем доступе. И я здесь особо популярных-то персонажей не вижу. Ну есть, конечно же, тут штурмовик, но я думаю, этот будет попадать туда, куда надо. У персонажей, я смотрю, имеются различные способности. Далее есть ещё и урон, который они наносят, мобильность, контроль, а также поддержка. То есть, это у нас что-то типа мобы, что ли, получается. Сезоны, куда без них. Магазин, конечно же, тут тоже имеется, куда без него. Ну что ж, давайте тренировочку пройдём для начала. Изучим арену, посмотрим, что она из себя представляет. Так, ну слушайте, неплохо. Мне, конечно же, напоминает в первую очередь, сами знаете что, а именно Shadowgun Wargames. Кто не знает, что это за шутан такой, оставлю для вас в подсказках видеоролик по этой игре. Так, ну ладно. Постреляли, постреляли, в меня немножечко попали. Здоровицу мы будем и энергию собирать на нашей локации. Это у нас что такое? Типа, можно бросить. Это граната, наверное, да какая-нибудь? Ну-ка, чё она там? А чё ты так долго-то? А она... Вообще там 12 секунд. Так, я смотрю, у нас есть всякие вот эти перемещалочки, да? Вау, норму. Так, можно вот так стрелять. А чё это энергия-то даёт? Здоровица, что ли? О! Подождите, я чё, этим что ли играю? Мандалорцем? Если что, я не фанат Звёздных Войн и плохо в их вселенной разбираюсь. Единственное, кого я знаю, мандалорцы и штурмовиков, которые косячат. Ладно, думаю, надо выбрать... А, мы можем ещё и другого охотника выбрать. Ох! Класс! А есть ещё... Давненько уже у нас появилось. А давайте Вуки возьмём, да? Или нельзя? Или я просто выбираю? А, это у нас саппорт, это у нас дамагеры. Всё, я дамагеры взял. Музон, кстати, такой эпишный прям. Как в мобе у нас порядок выбора есть. То есть, кто первый выбрал там дамагера, следующий тоже дамагера берёт. Один должен быть саппорт обязательно. И ещё один защитник. Короче, все матчи проходят у нас, наверное, 4 на 4. Но, может быть, в дальнейшем, конечно, ещё пятого игрока добавят. Самих персонажей, как вы видели, не так уж и много. Ну, погнали, посмотрим. Визуал хорош. То есть, у меня, в принципе, претензий нету. Давайте к графоне посмотрим. Всё выглядит чётко. 60 фпс я ощущаю. И мы выбегаем на арену какую-то. Давай ракету бахнем в них. Всё, обосрались, убежали. Вон, кто-то, кстати, может замораживать. У вуки этого больше всех, конечно же, здоровья. Так, чё, чё? Чё, мы должны просто удерживать, наверное, эту арену, да? Или чё? Вон, у тебя подруга прибежала. Вот, отлично. Она просто ждёт, короче. Так, это чё у нас прыжок? Это чё, прицельный огонь? Понятно. Крюк-кошка также имеется. Давай, на тебе. Чё ты сюда припёрся? Штормовик, ты грёбаный. Так, давайте его это... У него щит. Эх, меня, короче, терминировали. Окей, возвращаемся. Ну, слушайте, по геймплею-то очередная баттл-арена. От третьего лица. Визуал хорош, мне, честно говоря, нравится. Претензий нету никаких. Давайте валим штурмовика, он всё равно косой. Так, а у меня есть щит? Вот это чё такое? Чё-то я включил. Есть ещё, кстати, хороший мобо-шутер. Это Modern Combat Versus. Но, правда, его испортили всякими прокачками. Ага, мы должны, короче, держать вот эту вот аренушку. Слышь, слышь, ну-ка, свалил. А, смотрите, он ещё и отталкивает, и валит. Всё ясно. Думаю, что в будущем, если игра всё-таки релизнится, будет больше значительно персонажей. Плюс, я смотрю, у меня есть ещё супер-спецатака. Это вот как раз выпускает он ракеты всякие. Так, ты чё сюда припёрлась? С пингом, скорее всего, тоже имеются проблемы какие-то. Давай-давай-давай-давай. Бахай-бахай. Всё. Расшевелили. Ага, это сканирует, короче, местность. И погнали, погнали, погнали. О, она может отбиваться реально мечом. Прикольно. Прикольно замутили это до брони. И все патроны, кстати, летят в меня, получается. На-те вам, твари. О, а как у вас так много-то стало? Я не понял. Давай штурмовика. Нет, не добил, к сожалению. Прикольно, прикольно. Это своего рода, короче, баттлфронт такой. На минималках, очень сильно на минималках. Визуал хорош. Игру, кстати, разработала компания Зинга, которую купили в Тейк-Ту. Кто не в курсе. Закой. Ногча приперлись. Конечно, в первую очередь они хотят нашего саппорта расфигачить. Так, ты что приперся? Бошку, 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 бошку. Отлично. Ой, а я не хочу. Давай, пробегай вот туда. Вот, я саппорта лучше вальну. Красава, красава. У тебя есть еще защита, чувак. Ой-ой-ой-ой. Ну что тут все приперлись-то? Где у нас самурай-то наш? Да нет, мы выиграем. Мне кажется, это не реальные игроки. Я вот хотел крюк-кошку использовать и посмотреть, как он вообще работает. Пока что мы не выигрываем. Думаю, что здесь несколько режимов, помимо захвата точки, есть еще какие-нибудь. Давай. Все. Давай, струляй туда куда-нибудь. Отлично. Ну, мы уже победили. 99 и 100. В Modern Combat Versus тоже похожий режим есть, тоже захват точек. И вот так вот красиво нам показывают виктори. Вы победили, вы красавчики и так далее. Можно поиграть с другого персонажа в следующем матче. И вообще посмотреть, где тут выбор режимов. Или когда мы отправляемся в ранг, то есть нажимаем play. Так, подожди. Cancel, cancel, cancel. Я хочу посмотреть, что у нас в social. Добавить друзей можно. В ростер. 4 всего персонажа и 6 в дальнейшем откроются. Так, у нас еще, видимо, будет какая-то кастомизация, прокачка и так далее. О, да, детка. Все понятно. Косметики тут нормально. Так, завезли. Вот давайте у этой подруги посмотрим, что у нее интересное есть. Также различные анимации, я смотрю, присутствуют. Подожди. Кастомизацию еще разок выберем. Виктори поза. Поза, короче. Анимация интро. Во. Класс. Ну, лицевая анимация мне нравится. Что ж, погнали еще разочек. Тут какой-то непонятный персонаж появился. Сыграем еще один матч. Может быть попадется какой-то другой режим. Ну, а вы пишите в комментарии, как вам данный проект. Кто уже успел ознакомиться и побольше порубиться здесь. Ну, а по мне, так это очередная батл арена. Красивая батл арена. Вот у меня к визуалу претензий пока что в первом взгляде нет. Давайте мы в этот раз используем нашу подругу с мечом. Ну, а так в большинстве моб я играю за саппорта. Итак, кто у нас там? Кого первого выберет, чувак? Ага, все, короче. Ну, давайте я саппорта возьму. Тоже стрелок. Ну, понятно, что у нее урон будет низкий по врагам. А вот лечить нашу команду она должна очень даже хорошо. Я надеюсь. Есть такой канал AXBT, насколько я помню. И они рассказывали как раз про вот эту игру и про компанию Zynga. То, что ее приобрела Take-Two за баснословные там миллиарды. Блин, ну слушайте, арена выглядит классно. Есть все-таки у меня небольшие претензии к анимациям. Они какие-то дешевенькие, что ли, местами. Доработать их вот хочется. Ох ты, нифига себе, меня сбили просто. Вы видели? А респаун через несколько секунд. Все понятно? Офигеть. Вы посмотрите, вот рынок какой-то у нас. Выглядит круто. Татуин это или не Татуин? Я вот тоже не могу сказать. Не бывал на Татуине, но смотрел Мандалорца. Мне, в принципе, первый сезон понравился. Второй сезон уже складывалось ощущение, что специально как будто бы растягивают все. Так, держимся. Вау! Опять меня сбили с собакой. Это, кстати, гонки на этих. В первой части Звездных войн были. Там Эникей, или как его там, Анакей, Анакентий гонял. Блин. Так, Нид, помощь. А, мы можем, смотрите, подлечить. Только я вот сейчас найду. На что нажать? Давайте нашего подлечим. Давай-давай-давай-давай-давай, вот тут подругу. Эх, не успел я подлечить. Меня развалили. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Все-таки первый взгляд, и вряд ли, наверное, я вернусь в игру. Визуально она хорошо выглядит, и, честно говоря, в последнее время большинство проектов выходит с недурной и нестыдной графикой. А вот геймплеем и различными способами выкачать, выкатить и вытащить из вас бабки, они, конечно же, это, расстраивают этим. Да-давай-давай-давай-давай. Давай-давай, опа! Мы сейчас лечим-лечим-лечим. Оп, меня сбили. Да, у саппорта, короче, здоровьица не так много, его прям практически сразу отбавляют. Давай, сейчас подлечимся, подлечимся. Давай-давай, вуки этого сейчас раз... расфигачим. Ну, прям по чуть-чуть отбавляет здоровье эта подруга. О, какой-то флаг тут. Вуки сумасшедший. Ну, это однозначно танк получается. Вау! Слышь ты, стрелок, блин! Блин, а здесь можно уходить и в другие места. Ой, меня снова сбили. По сторонам-то надо смотреть, когда дорогу переходишь в флип. Блин, добротно выглядит. Вот анимация, то как она шагает, вы видите? Могли сделать поприятнее и попец, конечно, ей подкачать. Ну, ладно, что-то докопался. Так-так-так-так, давай. О-о-о-о, эти еще гранаты так долго срабатывают прям. А нет, недолго. Опять! Да что я попадаюсь-то на эту фигню, блин? Давай вот здесь в этот раз прогуляемся, посмотрим на другие пейзажи этой локации. Ну, слушайте, смартфон уже так нормально нагрелся у меня. А, что мы не... Кстати, мы прыгать не можем, да? О, можем зато кувырок делать. О, сейчас опять сбили, да что ты будешь делать? Я вот не замечаю эту зебру, блин, зебру, которая на полу рисуется. И каждый раз на нее попадаюсь. В этот раз опять здесь пойду, давайте вот используем. Ну да, она ускоряет прям. Так, давай прицелим на себя, прицелим на себя такой. Ой, ой, не то кинул. Давай, давай, фигачи ее, фигачи. Все, снова победили, все замечательно, все отлично. Ну, слушайте, мой вердикт такой. Визуально у меня практически претензий нет, выглядит все хорошо. Но опять же, режимов что-то маловато. У нас захват точки здесь один, возможно. Потом, при более частом прохождении, мы будем открывать какие-то новые режимы. И вот у меня, кстати, вообще не прокачивается уровень. Но прокачивается что-то у персонажей. Здесь вся статистика пишется. Сезоны, тренировки, ага. Вот и награды наши. Зашибись. Давай, спримем. Тут, скорее всего, у нас будут и какие-то дейлики, которые мы будем проходить, забирать награды и с помощью этих наград приобретать себе новые скинчики и подобное дерьмо. Ну и, конечно же, когда игра релизнится, по-любасу завезут боевой пропуск. Сейчас без него никуда. И мне эта механика, честно говоря, не особо сейчас нравится. Уж больно она продвигается во всех играх. И, надеюсь, в Racing Master, если он и будет, этот боевой гоночный пропуск, то, надеюсь, он не будет стоить 800-900 рублей. Ну ладно, народ, на этом, пожалуй, все. Пишите свое мнение по поводу игры в комментариях. А с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока.